Библейский портал экзегет.ру представляет Посмотрим 20 главу. А Эмилех же не прикасался к ней и сказал, «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала, он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне, «И я знаю, что ты сделал себе в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и молится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И встал Эмилех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Эмилех Авраама, «И сказал ему, что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают?» И сказал Эмилех Аврааму, «Что ты имел в виду, когда делал это?» Авраам сказал, «Я подумал, что нет на месте семь страха Божия, и убьют меня за жену мою». В общем-то, мы видим с вами, братья и сестры, что те события, которые описываются в 12 главе книги «Бытие», такое уже нечто подобное происходило с Авраамом и Сарой, когда они вышли из Урахалдейского, и был голод, как мы помним, земле той, и Авраам, как патриарх, он не мог рисковать жизнью людей, если бы был один, как мы говорили, мог бы и попаститься, но он вел целый народ, и поэтому там в 12 главе рассказывается о том, что он снисходит в пустыню, и там люди, египтяне, были весьма злы, и тогда он жене своей Саре говорит, «Скажи мне, что ты мне сестра, дабы не убили меня». И Сара, как мы помним, тогда она говорит, что она сестра его, и египетский фараон берет ее себе, в общем-то, в гарем, но как в той истории, так и в этой не прикасается к ней, и как в той истории 12 главы, так и в этой они выходят оба с честью. Бог вмешивается в эту ситуацию. Какой урок можно извлечь из той главы, и здесь история повторяется, и почему она повторяется? Ну, первое, какой урок? Когда есть иерархия ценностей в жизни людей, когда в семье есть порядок, где муж — это глава, жена — это помощница, а дети — это послушники, там всегда будет царить мир и порядок, и даже благополучие, как мы видим из этих глав. Все, наоборот, будет в другой семье, где каждый тянет одеяло на себя, где каждый требует любви от другого, но мы помним с вами, что нет такой заповеди требовать любви от других, от человека, от мужа, от жены, а жены — от мужа. Есть другая заповедь. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Есть другая заповедь. Нет больше той любви, кто душу свою положит за други своя. И все это раскрывается в этих историях, как в 12 главе, так и в 20-й. И нам как урок преподается в виде того, что если муж, действительно, он общается с Богом, а Сара знает, с кем разговаривает Авраам. Он молится, с ним общается Бог. И не только разговаривает. Бог, как мы видели, говорил даже к Адаму, когда он пал, и к Кайну, чтобы вызвать его к состоянию покаяния. И многим людям, как и здесь в Мелеху, Господь с ним тоже говорит, но мы видим, что он не принадлежит к народу израильскому. Но Авраам всегда, в отличие от язычников, тех персонажей, которые мы видим в Священном Писании, Авраам всегда не только слышал, что ему говорит Бог, но и слушался того, что ему говорит Бог. Поэтому вера, это не просто я верю, что там написано, или я верю, что есть заповеди Божии, почитай отца и мать, или возлюби ближнего твоего, как самого себя, но и поступаю по этой заповеди. Не надо думать, что это так легко исполнить. Попробуйте действительно простить человека, попробуйте научиться прощать. Это же целая наука, это целое искусство, которое так и называется в церкви аскетизм, то есть правила, упражнения. Всегда нужно оттачивать и отшлифовывать не просто знания Священного Писания, но оттачивать и своей жизнью, пробовать прощать людей и пробовать не обижаться и не обижать. Целая наука, и это можно осуществлять в своей семейной жизни. Мы знаем, что в нашей семейной жизни часто бывают какие-то ссоры, распри, разногласия. А все это почему? Ответ очень прост, потому что мы пытаемся исправить друг друга, а заповедь Божия нам говорит наоборот об исправлении самого себя. И вот эта попытка, мы столько прилагаем усилий, чтобы ближнего своего подмять под себя, чтобы он жил по нашим каким-то правилам, по нашим законам. Все иначе в семье Авраама, в семье Сары, не так, как в семье первых наших прародителей, Адама и Евы. Там мы видим, что произошел и некий такой феминизм со стороны Евы, со стороны Адама, нераскаянность, когда Господь обращается к нему, где ты, а наоборот, какой-то такой мужской деспотизм. Он начинает обвинять и говорит, вот жену, которую ты дал, она виновата, и в конечном итоге остается виновным Бог. Это вот, когда грех проникает в семью, и люди не стараются, и не прилагают усилия. А Сара здесь поистине, она исполняет ту заповедь уже и второй раз, что нет больше той любви, кто душу свою положит. Здесь она как бы подвергает опасности свою жизнь. И она исполняет эту заповедь Нового Завета, нет больше той любви, кто душу свою положит за други своя, за мужа своего. Она знает, что его точно убьют. И поэтому мы помним, как мы с вами рассматривали в 12 главу, там было сказано о том, что удивительны эти слова, что она была готова пожертвовать собою, своей честью ради того, чтобы спасти своего мужа. Потому что точно знала, что эти люди, хотя они были язычниками, но они не могли взять себе гарем, пока был жив муж, потому что знали, что муж отомстит, и он может убить, и собрать какое-то войско, и напасть на этих людей. Будет очень много неприятностей. Видим, что здесь он спрашивает, а в имя Олег, почему Авраама, зачем ты это сделал? И Авраам отвечает мудро, причем на этот вопрос. Он здесь проявляет свое такое миссионерское служение. Он говорит о том, что я думал, как мы завершили с вами чтение 11 стиха, Авраам сказал, я подумал, что нет на месте семь страха Божия и убьют меня за жену мою. То есть он говорит, я подумал, что вы не боитесь Бога, оказывается у вас призывающая благодать, благодать Святого Духа в единство тогда с народом израильским, сегодня с Церковью Божией. Она действует, где хочет. Как сказано, Дух Божий дышит, где хочет. То есть своей призывающей благодатью, он, конечно, касается сердец всех людей. Интереснейшее здесь, конечно, событие и Священное Писание не случайно нам показывает дважды одну и ту же фактически ситуацию, и это будет не дважды. Мы увидим, что точно так же поступит Исаак, это сын Авраама и Исары, с Ревеккой, когда они попадут тоже к Вимя-Леху, и там он скажет, скажи мне, что ты сестра моя. Я напомню, что действительно Сара была сестрой, но статус жены всегда становился выше. Я вот уже говорил, так напоминаю, чтобы нам было понятно, что здесь, в общем-то, нет никакого лукавства со стороны Авраама, но он договаривается с ней, и ради того, чтобы сберечь жизнь мужа, она, в общем-то, говорит, ну, в общем-то, да, я его сестра во Христе, но все-таки я жена, если перевести на современный язык, то есть одно дело сестра во Христе, а другое дело жена, мы понимаем, что здесь совсем другие отношения и другой статус. Итак, мы, если говорить, да, о семейной жизни и о добродетельной жене, очень важно, мы помним, с вами я зачитывал одну цитату из Отцов Церкви, и не одну даже, что они говорят, что не ищи красоты жены, а ищи равной себе, чтобы она не возвышалась над тобой. Точно так же можно дать и совет невестам, будущим, женам, что не искать людей, которые знатны, более богаты для того, чтобы не попасть под такое вот влияние, какое-то экономическое, скажем так, и лучше всегда искать людей, равных по достоинству, равных по состоянию. В нашем мире все по-другому, поэтому, в общем-то, в семейной жизни мы видим такие нестроения. Вот что по этому поводу пишет Соломон в книге-притче с 10 стиха, это 31 глава, с 10 стиха, он пишет, «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверенно в ней сердце мужа ее, и он не отстанется без прибытка». Действительно, все как и произошло, мы увидим, что в Меолех, как и тот фараон, отпустит их еще и с богатством. «Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей, добывает шерсть, или он с охотой работает своими руками, она встает еще ночью и раздает пищи в доме своем, урочные служанкам своим, она чувствует, что занятие ее хорошо, протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за вертено, и не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды, она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее, муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли, она делает покрывало и продает, и поясны доставляет купцам, крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее, уста свои открывают с мудростью, и кроткое наставление на языке ее, она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности, встают дети, ублажают ее, муж хвалит ее, и говорит, много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их, и вот в 30 стихе Экклезиаст заключает так, миловидность обманчива, и красота суетна, но жена боящаяся Господа достойна хвалы, это такой хороший совет, какую жену необходимо искать нашим православным юношам, которые хотят устроить свою жизнь, не смотреть на эту красоту, не сообразоваться с веком сим, где говорят, что вот 90, там сколько там, не помню, уже 60, по-моему, 90, какой-то устраивает кастинг, у кого там длиннее ноги, у кого длиннее волосы, у кого миловидность лучше, и думают, что вот с такой я найду счастье. Помним мы с вами, что иногда, как мы видим здесь, красота жены может привести и к опасности жизнь мужа, поэтому экклезиасты советуют, что не искать этой красоты, так и говорит, миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Точно так же можно сказать и нашим православным девушкам, которые выбирают себя мужа. Не надо искать там красавца, трехметрового высота, исполина какого-то там, или спортсмена, который только помешан на том, как дальше сигнуть, как там выше прыгнуть, и лучше искать действительно мужчину добропорядочного, боящегося Господа, верующего, и тогда наши семьи будут крепкими, тогда же нам будет понимать, что муж — это глава, потому что он молится, он общается с Богом, Господь на него возложил эту обязанность, ответственность за свою семью. Она помощница, уста свои открывает скротостью, где-то и семейный совет, но всегда последнее слово за мужем, и дети, выйдя эту гармонию между мужем и женой, будут понимать, что они не просто живут ради только этой временной жизни, но взирая на своих родителей, понимают, что родители готовятся к вечности, поэтому в их семье царит мир, любовь, согласие, долготерпение, радость, кротость, смирение, воздержание и прочие-прочие добродетели. Поэтому, рассматривая эту главу, будем братья и сестры помнить, что главное в семейной жизни между мужем и женой — это мир и согласие, но она может воцариться, мир и согласие, только тогда, когда люди не ищут своего. Я вот вспоминаю в семейной жизни, потому что иногда бывает в семейной жизни как торговые иночные отношения, «ты мне, я тебе». Но тогда это не любовь, это партнерство. У нас все на эти рельсы сегодня не поставлено. Любовь — это когда есть жертвенное отношение по отношению друг к другу. Я всегда вспоминаю вот эту историю, которая предновогодняя, предрождественская такая история есть, где говорится... Да, рассказ о Генри, помните? Когда она видит, что у него есть часы, но нет цепочки. А он видит, что у него очень красивые, длинные волосы, но нечем и хорошо за ними поухаживать, хорошо их расчесать. И тогда, помним, что они делают. Он продает эти часы, покупает ей гребень, она отстригает волосы и покупает ему цепочку. И вот когда они встречаются, мы помним эту историю, то они дарят друг другу эти подарки, которые, в общем-то, уже оказались бесполезными с точки зрения «ты мне, я тебе». Но с точки зрения любви по отношению жертвы друг к другу не было больше счастья и радости у них, что вот они были готовы так послужить друг другу, что, лишившись самого дорогого, лишь бы только ближнему моему было хорошо. Я так говорил и напомню, что вообще мир делится как бы на три такие категории духовные, душевные, плотские. Вот плотские люди, это которые гребут под себя, как снегоуборочный комбайн. Они хотят, чтобы только им было хорошо, а всем остальным там после нас хоть потоп. Душевные люди, это вот как раз торгово-рыночные отношения, таких большинство. Ты мне, я тебе. А духовные люди, это которые живут другими принципами, законами правды Божьей. Они хотят, ну, мне как-нибудь, я здесь с краешку посижу, вот лишь бы только ближнему было моему хорошо. Когда есть такая забота, есть такая готовность жертвовать, опять ради ближнего, опять скажу, что это получается не сразу. Это дело всей жизни. Это нужно очень глубоко всматриваться в себя, искоренять все эти ошибки, но не надо это отлагать на потом. Нужно этому учиться, пока еще есть время нашей жизни этой на земле, на этой земле. Поэтому эта глава дает нам очень хорошее наседание в нашей семейной жизни, чтобы в ней действительно была эта жертвенная любовь, любовь к Богу, любовь друг к другу, и тогда наши семьи будут крепкими. И из этой главы мы понимаем и видим в этих удивительных образах цары Авраамы, что такое заповедь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Наш Бог дает нам не только заповеди, но и показывает и всей своей жизнью. А в Ветхом Завете это все образы, образы те, которые исполнились во всей полноте на Церкви Христовой, даются нам в назидание, исполнились на самом Господе Иисусе Христе, который жизнь свою положил нас ради человек и нашего ради спасения. Субтитры создавал DimaTorzok